всем привет с вами Денис вы на канале sound pro lab больше года назад я узнал о том что кеф начали разрабатывать совершенно новую акустическую систему активную и при этом напольную впервые в истории своей компании и они решили это совместить со своим юбилеем 60-летие кеф они решили отметить новой абсолютно новой акустической системы kefl s60 vargas не знаю зачем здесь приставка vargas потому что пассивных таких не существует у меня было больше года чтобы нафантазировать себе как она может выглядеть и если честно во всех вариантах которые я мог представить не было ничего даже близко похожего на то что получилось в итоге они решили сделать очень компактную узкую и совершенно дизайнерскую систему совместив при этом все фишки свои которые они нарабатывали очень много лет вы только посмотрите здесь отсылка буквально ко всему во первых естественно это напоминает лс серию и kefl sx и ls 50 vargas там но это же еще и напоминает старшую супер дизайнерскую kefl blade особенно глядя на басовики которые расположены по бокам а по центру очень узкой панели у нас только один коаксиал 12 поколений юникор к нему сейчас еще вернемся то есть это и отсылка и к старшей high-end линейки и отсылка к лс серии и при этом это совершенно новый облик он в принципе уникальный то есть он не похож абсолютно ни на что и это при этом действительно компактная очень компактная но очень внушительная по звуку акустическая система состоящая из двух пар в общем-то дизайнерской акустики я считаю что у них получилось сделать действительно уникальную систему и какой бы спорный этот дизайн не был на мой взгляд он прекрасен при этом я считаю что юбилейная акустика и должна выглядеть спорно потому что свое время лс-50 тоже разорвало шаблон даже вот эти пассивные лс-50 но не суть это не просто вершина так сказать промышленного дизайна нет это еще и инженерные произведения искусства не побоюсь этого слова потому что не просто в облике отразили все свои наработки они сюда впихнули все свои извините за такой вот жарганизм но все свои наработки они действительно как будто бы впихнули сюда потому что это очень узкий корпус но при этом здесь буквально все начнем с того что это трехполосной системы здесь 10 сантиметровый уникально маленький средний частотник и 19 миллиметровый вентилируемый алюминиевый купольный твиттер с этим вот мандаринкой ну как вы уже за понимаете но то есть это да это классический коаксиальный динамик но уже 12 поколения от киев который не просто самый маленький в истории компании он все равно умудрился себя вместить все наработки потому что там же есть и этот замечательный метаматериал за твиттером который напоминает диск из первого сезона мига дикого запада это такой абсорбирующий материал с лабиринтом и смысл его в том что он 99 процентов всех всего излучения который идет назад twitter полностью поглощает и гасит их но это опять же дает нам больше детализации больше четкости в звуке и на верхах ну удивительно они умудрились это и сюда поместить при этом разработав совершенно новый динамик ну естественно используя все свои наработки но одним же таким как сел он сыт не будешь мощнейший трехполосной системе нужно же откуда-то брать еще низкочастотных составляющих а ведь помните кев всего год назад представил свой корошечный киловаттный сабвуфер с умными массивом драйверов юникор там с удивительным подвесом с единым двигателем так сказать но с разными асимметричными картошками вот это все великолепие они умудрились впихнуть еще более маленький корпус причем здесь две пары 14 сантиметровых диффузоров с этими разными картушками то есть по сути два сабвуфера в эту малюсенькую систему они умудрились поместить каким-то образом не говорят инженерное чудо при том что в отличие от остальных 7 серии лс акустических систем это закрытый ящик здесь нету фазоинвертора удивительно для меня это лично выглядит впечатляюще эта система очень тяжелая несмотря на свою компактность у них еще более тяжелая подставка и здесь трехполосное усиление здесь 500 ватт в классе d на низкочастотную составляющую 100 ватт в классе d на среднечастотную составляющую и 100 ватт классе а б на высокочастотную составляющую трехполосное усиление вот в этом вот в общем не впечатляющий огромном корпусе который кстати впечатляющий задемпфированный они тяжеленные они очень крепко сбитые и очень хорошо продуманные с геометрически точки зрения с точки зрения дизайна знаете вот тот случай когда мое очень вообще не лишнее то есть из точки зрения дизайна и с точки зрения конструкции это действительно выдающаяся акустика при том что это активная акустика естественно здесь огромное количество коммутационных возможностей но о них подробно можете посмотреть в лс-50 ролики правила 50 варлас там все это описано я быстренько пробегу здесь и линейный вход для подключения сиди или винила кстати почему бы и нет здесь коаксиал здесь оптика здесь и ах к hdmi и для подключения к телевизору напрямую здесь есть и usb но он правда сервисный поэтому зря его упоминаю но он честно говоря тут и не нужен есть вход rg45 для подключения сети напрямую также подключение к вай-фай 24 килогерц 5 герц разберетесь где куда что поставить не суть из беспроводного способа подачи контента здесь естественно все тоже есть и spotify connect и тайдл коннект и работа с airplay apple airplay 2 и chromecast и bluetooth зачем-то не пользуйтесь даже здесь есть естественно возможность под луна играть здесь будет рун коннект или рун радио будет осенью обещают но кеф никогда в этом не подводил поэтому будет сто процентов то есть все что вам нужно здесь есть вообще без всяких проблем поддерживает и dsd и mqa и работает вообще со всеми типами файлов при том что сама акустика между собой может быть не соединена кабелем если не соединена это будет приличные 24 на 96 килогерц а если соединить их то это будет 24 бита на 192 килогерца что тоже хороший показатель в целом как вы поняли с точки зрения воспроизведения цифровой музыки или подключения любого аналогов источника здесь вообще никаких проблем и цифрового кстати тоже абсолютная полная свобода действий то есть ни о чем не забыли обо всем позаботились и что в итоге у нас получается уникальная активная напольная система которая изначально сделана активной напольной акустической системы не вставили просто как-то модули назвали актив нет она изначально прорабатывалась именно такой и здесь и unique you нового поколения с мета материалом абсолютно новые разработаны специально для этой акустики удивительно тонкая лицевая панель ну тут нету даже шанса на какие-либо переотражения умный массив низкочастотных динамиков то есть тоже это абсолютно уникальная разработка кев промышленный дизайн и полный набор функциональности все что вообще можно только придумать естественно это не может стоить дешево это дорогая система и она знаете вот у меня сравнение такое пришло она как девушка очень красивая слегка за 30 себе на уме не для всех меня наверно убьют за такое сравнение к чему я заговорил метафорами к тому что пора перейти и поговорить о том как звучит эта система на когда я взглянул не в первый раз закралось много сомнений потому что ну посмотрите один динамик посередине пускай коаксиальный 4 по бокам басовых это очень тяжело совместить и заставить играть слитно вместе как единая система даже вот поругайте меня за эту мысль на пуке в блэйд у хм к линейке вот это уникальный это не получилось это сделать идеально но здесь вступает дело следующий нюанс эта система полностью активная поэтому здесь можно это согласовать используя все наработки изначально то есть ее делали активным здесь понятное дело что трудится и диспи процессор и множество улучшайзеров по пути и так как это пополосное усиление которое абсолютно полностью подобрана к каждому типу драйверов это можно все совместить и когда я начал прослушивание этой системы я все равно удивился насколько монолитно и слит на все это весь этот массив драйверов звучит это та самая концепция кев которые они так долго много много лет стремятся и точечный единый источник звука как будто все прилетает к тебе в одновременно вот эта сфокусированность особенно на низкочастотной составляющей она меня очень сильно впечатлила потому что честно я даже интуитивно не очень понимаю как они этого добились несмотря на то что это закрытый ящик они достаточно просты в установке не загоняйте их в тесноту этой акустике нужен простор чтобы раскрыть себя чтобы показать себя во всей красе они действительно могут очень мощные монолитно звучать они тебя атакуют стеной звук действительно очень сфокусированное направленное точное звучание да если рассматривать эту акустику по каким-то может быть high-end меркам то кому-то может не хватить высоких а кому-то может быть хочется большего раскрытия в середине но надо понимать что когда я это на это внимание обращал я понимал что я меру это по очень высокому стандарту но для активной акустической системе все в одном это звучание выдающиеся не побоюсь этого слова потому что они действительно совместили все это тут понимаете и очень плотная низкочастотная составляющая очень точное позиционирование отлично построенная сцена образы действительно голографические то есть когда слушаешь абсолютно разную музыку впечатляешься насколько это интересная подача и насколько она точная то есть да это звук кев это такой знаете ли квинтэссенция звука кев как они его себе представляют и не факт что вы это полюбите потому что не все это любит но если вам это понравится если вообще нравится звучание кевту это вот она вот она как как его видят создатели этой акустики и меня она по-хорошему действительно впечатлила и зацепила это абсолютно готовы бескомпромиссная система которая несмотря на свою компактность и дизайнерскую внешность она действительно выдает на полном высоком уровне звучание которое кев так долго которому кев так долго стремилась вот такое вот мое резюме если есть какой-то вопрос по этому поводу или вопросы пишите о них комментариях задавайте приходите к нам слушать эту систему она у нас естественно выставлены и представлены своем полном виде так что я вас жду с вами был Денис подписывайтесь на наш канал и в ютубе и в дзене и вконтакте где угодно я всем буду рад и до новых встреч до новых встреч до новых встреч